всем доброе утро дорогие друзья сегодня у нас вторник 15 число вчера был день влюбленных видео я свое выложу выкладываю позднее иногда в этот же день но иногда вот на день позже получается вчера просто не до этого уже было вот ну кому-то нравится кому-то не нравится но знаете всем говорится я не червонится всем нравится и вот ну вот так вчера у нас был такой суматошный день просто мне вот я сегодня встала вымола волосы я вообще приняла душ намылась волосы маску сделал для волос у меня волосы прям обрываются не они не от корней они не от корней выпадают а вот именно обрывать меня будут тонкие волосы вообще ужас но они истончаются от осветления называются и не знаю обрезать меня вы их закалываю вроде мне не хочется чтобы обрезать и ходить так с распущенными надо подумать вот вчера муж тут у меня посмотрел видео у нас же приходили настраивать телевизор и теперь у нас приставка и я могу youtube смотреть на телевизоре так посмотрел муж видео говорит то чего все в одном платье в красном во всех видео что одеть ничего говорю ну мне так вот нравится это платье вообще порой снимаешь в день например два видео или на следующий день снимаешь поэтому я в основном если видео домашнее такое мне какой-то косметики или там о чем-то я не переодеваюсь я хожу вот в этом платье да уж вот как есть так и есть реальная жизнь вот как она есть вот ну и платье я домашние ношу дня три дня три я его ношу и так вот получается что я снимаю но сегодня она дело уже другой платье прикрепи прикрепила микрофон знают честно надо тронулась и звук получается как помехи а не знаю как будет слышно меня через микрофон наверное лучше утро еще ну я позавтракал конечно сегодня сделаю миную кашу снова полезный завтрак и цикорий сыром вот такой был у меня завтра к вам уже не стала показывать почему я встала такая все тут убрала проветрила пошла в душ и так я хорошо намылась прям горячий горячей водой а вчера даже не до этого был вот опять я микрофон вот микрофон он будет постоянно мне мешать ну говорят плохо слышно не знаю может что тоже с динамиком в телефоне ну так вот я прослушиваю слышно нормально но я делаю конечно на полную громкость ну как так вот приходил настроил все то есть могу теперь в телевизоре смотреть youtube на большом экране можно там какие-то фильмы также как я на ю тубе смотрю можно какие-то фильмы смотреть в общем были проблемы пришел подключать и я смотрю что-то там у него написано не 100 мегабит как обещали вот по этому пакету то есть вот 600 рублей абонентская плата это вот интернет ттк и сколько там каналов я уже не помню они обещали но мне это вообще не суть важно главное основные каналы есть и вот те которые мы смотрим а так вот этих каналов понапихан мы не смотрим их в общем то вот и смотрю что-то это но он говорит сейчас я позвоню они должны как вам перезвонить но они не звонят ну вот значит монтажника монтажника не называют так ну я на наладчик механик я не знаю как ну как бы не назвать молодой человек перезвонил и гордовать поговорить вот я своего телефона ну я говорю да он какие у вас вопросы есть его ну какие вопросы вроде бы это а почему там 70 мегабит интернет он так у вас же 70 у вас подключен я говорю ну только что он подключен у нас интернет подключен но вы каждый день звоните и предлагаете вот эту вот свое предложение да что будет 100 мегабит приставка за которой мы будем там видимо три года платить и ну 600 рублей абонентской плата 600 рублей абонентской плата и все приставка это уже наша она так вот у нас остается не 600 рублей мы платим каждый месяц за интернет 100 мегабит и за вот эти каналы на телевидении ну отцифрованные цифра ну как бы качество уже лучше ну как выяснилось не все фильмы отцентрованные отцифрованные потому что вот например там включил он пуаро идет вот это старый фильм он не отцифрован поэтому поэтому нет поэтому изображение ну как вот обычное изображение вот и говорит ну это вам наверное некомпетентный работник сказал что вот у вас будет 100 мегабит такого пакета нет он будет дороже гурс какой стати игры выходит что у вас все работники некомпетентны если мне каждый день разные ваши там звонят то девушка тупо ренту как в глаза разные да и каждый раз предлагают именно такие условия 100 мегабит там сколько-то каналов которые я даже мимушей пропускала и вот это вот приставка 600 рублей в месяц абонентская плата нет вы наверное не так поняли выборе нас дураков что ли держите в игры своих абонентов держите за дураков как я не так поняла если как вы сказали я так и поняла я груз значит у вас не все все гур работники и компетентно если каждый день звонят предлагают одно и то же условие и выходит так когда вот приход пришел наладчик они уже настраивают значит по-другому в договоре уже все по-другому я говорю я сейчас разверну вашего наладчика отказываюсь и от этой приставки хотя он уже настроил почти все и горе мне такое ваше предложение не устраивает он ну хорошо я сейчас проконсультируюсь там с руководством хорошо и вот он какое-то другое на то самое у меня здесь в столе ну хотя может вам интересно и интересно так он уже тут ручкой написал какой-то агентский агентский этот тариф 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 агентский расширенный будет уже будет стоить 570 или 577 уже тоже мне не суть важность 577 вот и за два года вы расплачиваетесь за эту приставку нет откивает а да да нормально я уж вообще ничего не соображая горю да 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 тогда тогда говорю да устроит и 100 мегабит интернет да все говорю хорошо тогда хорошо вот но отключились ангар ну вам еще более выгодные условия предоставили все-таки выгод выбили себе это вообще конечно вот такой вот обман зачем звонить зачем предлагать и когда уже люди соглашаются и когда приходит уже подключать и вдруг оказывается что там другие совершенно условия и значит платите больше если хотите так вообще конечно это неуважение к своим абонентам ну вот хорошо ладно подключили а так бы я просто бы отказалась зачем мне телевизор это даже и ну я на компьютере все могу посмотреть так вот стена говоря ну ладно и вот такой вот у нас было у меня такой эмоциональный день во первых я ждала во первых стали рано привезли вот это вот все шкафы потом я ждала с 9 до 12 мне должны буду были привезти должен вот этот наладчик прийти наладчик пришел уже половина двенадцатого и а у меня помидоры не были куплены мне нужно было в магазин обязательно идти и время уже поджимает и вот в таком ожидании я уже почему даже хотела же как-то сможем за стол сели хотела как-то волосы чтобы были в порядке мне уже волосы не помыть то есть все вот это у меня все в ожидании мне было некогда совершенно ну вот так вот как уже ну по-семейному так посидели вот подарил он мне цветы подарил конечно вот эти вот хризантемы я говорю прошлый раз он не все розы дарит говорю ну прошлый раз мне прям вот жалко и цветы эти и денег жалко потому что они стояли буквально один день вы сейчас зима вот и пока их несешь они просто пропадают ну поставил и все они уже все поникли ну говорю хризантемы я люблю очень хризантема единственное что он купил вот разноцветные все как искусственные какие-то нет мне нравится ли желтые или белые что-то такое ну что купил ему так понравился букет такой красочные еще такой в розовой обертке такой прям вот цену я не знаю красочный букет открытку так больше он мне ничего не подарил ну так чисто все символически он горит что тебе подарить на 8 март я говорю да сама я что-нибудь выберу посмотрела может быть на весну что-нибудь или ботинки или босоножки мне нужно на на лето отложила себе на 23 ирригатор что ли вот ему но у него с деснами проблемы варит вот ирригатор ирригатор что-то около 3000 стоит вот я ему тоже заказал ирригатор на 23 февраля кепку ему нужно никак не найдем не можем купить ему кепку но вроде вот сейчас вот на волдырь появились так вот выбор есть она кидала я там в общем заказала примерить понравится не понравится в общем пойдем как-нибудь на днях вот внуку заказали больницу он просил лего они уже получили говорю все просил ребенок надо ну вот что для ребенка подарок самая игрушка одежда там что за подарок для ребенка это не подарок вот ну что еще новенького вот такой вот был суматошный день и воду тоже привезли вот буквально во второй половине и говорю ну что ты за телефон нашел телефон конечно горит там дешевле мама звонила по другому какому телефону а вот но они говорили уже в первой половине или во второй эти ничего не говорят но они как-то один раз вообще не привезли воду один раз привезли с утра хорошо в 10 все они уже буду привезли а это нет во второй половине дня и я тут вот хуже нет ждать и я как это привязанная к дому не выйти никуда ну конечно мы потом с мужем прогулялись сходили вечером снова мороженое купили про души без кофе вот съели мороженое ну а ему сегодня снова на работу и я проспала до половины восьмого вот встала сегодня мне нужно наверное пропорисосить там хотя шкафы стоят снова выходной ждет вот это вот перетурбация он хотел вчера еще что-то с ними делать игру ради бога не трогай пусть это все стоит потом но что-то горы сейчас развозишься уже вечер надо все там убирать перекладывать все таки какой у нас тут день влюбленных все наперекосяк вот так ну пока отключаюсь и сейчас в магните смотрите здесь продается турецкий кофе для турки вот так вот здесь наклейка уже на русском 139 140 рублей зашла за покупками смотрите как моих любимых коров какой нибудь разное есть сливки счастливки вот сливки тоже счастливки это азорская она жестковатая вот такая не знаю как жвачка девочки всем добрый вечер я взяла чай налила себе и сейчас буду пробовать коровку кто любит коровку девчонки я вот прям не могу как я люблю коровку раньше кстати любила птичье молоко ничего не хочу хочу только птичьего молока даже сейчас шоколадные конфеты как-то и не очень а вот эту коровку короче говоря я пришла там видов 5 этой коровки ну одна жестковатая мне не понравилась другая значит с арахисом что-то я не очень хотела с маком не было вот взяла азовскую сейчас мы попробуем выбрала по мягкости молочную цена по моему это вообще 170 рублей а сейчас попробуем ну конечно что кто не пробовал коровку но все-таки она бывает такая вот как же жидкостью там внутри это вот такая такая сахарным как школьные конфеты да были раньше помада у меня осталась помада у меня осталась помада у меня осталась ну такая вкусная так и вот это вот с такой вот оберточкой желтенькой моя цена написано молочная конфета конфета ну как нужно молочные 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 конфеты в общем сейчас еще шестой час в общем 7 часов к 7 часам пойду встречать мужа там в адрес рядом с платформой пришли все заказанные товары зайдем с ним померяет он кепки я примерю свои босоножки конечно сниму видео покажу что да как коровка вкусная свежая мягкая всем пока до следующих видео спасибо кто досмотрел это видео до конца ставьте лайки пишите комментируйте всем всего хорошего и